Ситуация с коронавирусом в стране и мире продолжает быть напряженной. Однако эксперты говорят, что наша страна близка к тому, чтобы выйти на так называемое плато. За ним последует спад эпидемии. Мы продолжаем информировать вас в ежедневном режиме о количестве заболевших COVID-19. В России инфицированы 52 763 человека. Выздоровело 3873 человека. Скончалось 456 человек. В Ростовской области инфицировано 346 человек. Выздоровело 15 человек. Никто не скончался. Как я уже не раз говорил, коронавирус вносит коррективы во все сферы нашей жизни. Некоторые, как мировые рынки, проседают. На некоторые, как, например, интернет, нагрузка, наоборот, увеличивается. О связи. В широком смысле этого слова мы и поговорим сегодня. Тем более, что с нами на связи министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин. Герман Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте всем. Добрый день, уважаемые телезрители. Давайте начнем с самого основного, самого простого вопроса. Вообще, насколько выросла нагрузка на сети в нашем регионе и справляемся ли мы? Вышли ли мы на пик нагрузки? Нельзя отрицать, что действительно нагрузка на сети, особенно в первые дни введения ограничительных мер, была увеличена. Увеличена, прежде всего, в стороне наших традиционно спальных районов, поскольку основной вид трудовой деятельности был перенесен на удаленку. И, естественно, традиционно сети связи, где постоянно проживает население, они значительно меньше имеют пропускную способность, нежели те сети и инфраструктура связи, которые работают для повседневной жизнедеятельности организации предприятий. Если говорить вообще о пиковых нагрузках, у нас всегда самые большие нагрузки во всех сетях, и в стране, это не только в Ростовской области. Это наши новогодние праздники, и непосредственно само действие, переход из одного года в другой, прямо в новогоднюю ночь, в ближайшие 5 минут и минут 20 после, когда сети испытывают нагрузку до 95%. Когда-то, в былые времена, многие помнят, что мы, отправив смс с Новым годом, получали ее уже непосредственно в Новом году, хотя отправляли в предыдущем. И также было тяжело дозвониться. Это как раз и были те провалы сетей, зависание полностью сети интернета, телефонной связи, которые нам удалось обойти уже достаточно давно. Сегодня смс-центры все работают исправно, мессенджеры исправно, дозвониться вообще проблем нет, поэтому 95% пиковой нагрузки в новогодние праздники – это уже пройденный этап, мы с этим научились бороться. Что касается сегодняшней нагрузки, вот прям сегодня, нагрузка на сетях связи не превышает 60% от мощности совокупно, которая построена в территории. В первой неделе эти нагрузки достигали 80%, ну, наверное, связано с тем, что все переходили на новый вид общения, видеосвязь, что сегодня, наверное, она самая актуальная и востребованная. Ну, естественно, каждый старался, наверное, похвастаться, поделиться прежде всего своими навыками. Многие впервые сталкивались с такими технологиями. Ну, вот практика показывает, что снижается нагрузка на сети, стабилизируется работа провайдеров. Даже если смотреть сегодня на горячую линию, которую министерство ведет, сразу хочу обозначить, 266-5504 – это телефон горячей линии, который обслуживает Министерство информационных технологий и связи Ростовской области по вопросам взаимодействия с операторами связи, оказания качества услуг связи, интернет, телефония. То есть на этот телефон наши жители могут позвонить и, соответственно, задать вопрос, который их беспокоит. Вот на сегодняшний день, 6 апреля, на горячую линию поступило 40 звонков. Много или мало? Вот могу сказать, что за вчерашний день 1, суббота, воскресенье 0, пятница, то есть 17-е 1, а вот если посмотреть там 3-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, то 9-го было сразу 9 звонков. Ну, то есть граждане общаются, испытывают какие-то проблемы, ну, соответственно, задают вопросы специалистам, специалисты эти вопросы урегулируют, ну, после этого наверняка нашим жителям становится немножко легче существовать в условиях самоизоляции. Герман Анатольевич, ну, вы сказали, что сеть у нас сейчас не на пиковые нагрузки, и это, конечно же, радует, это заметно по стабильности, интернет-соединения и телефонных сетей. Но мы с вами не первый раз встречаемся в нашей программе. До этого мы очень активно обсуждали цифровизацию, и то, что наша область в плане цифровизации развивается, идет вперед. Помогает ли это, то, что было сделано до коронавируса, помогает ли как-то вот прямо сейчас? Ну, вы знаете, наверное, сейчас как раз идет и поверка временем того, что было сделано большим трудовым коллективом в предыдущие годы. Ну, наверное, самый яркий показатель – это работа госсервисов, портала госуслуг, мобильного приложения госуслуг. Мы декларировали, что 3,3 миллиона населения Ростовской области зарегистрированы на этом портале. Более 80% населения имеют свои учетные записи. Естественно, в условиях, когда половина учреждений не принимает точно людей, а жителям, нашим гражданам, естественно, нужны какие-то данные, какие-то документы о государственных органах. В конце концов, получение пособий на рождение ребенка, получение социальных выплат в размере 5 тысяч матерям, имеющим малолетних детей. Все это сегодня делается дистанционно, не выходя из дома. И как раз показатель востребованности государственных услуг сегодня вырос значительно по сравнению с тем периодом, который был до введения мер по ограничению. Сегодня я не могу сказать в процентах, еще не закончился цикл месяц. У нас ежемесячный идет срез информации по видам услуг, по количеству заказанных услуг, по категориям, по виду. Все это мы увидим очень скоро. И сразу хочу сказать, что действительно возросло количество обращений к порталу. государственных услуг с помощью электронных сервисов нашего населения. Даже если сегодня посмотреть элементарно, телефоны горячей линии по количеству звонков. У нас вторая горячая линия развернута в министерстве по оказанию поддержки услуг гражданам и разъяснению работы портала государственных услуг. В конце концов, вопросы восстановления учетной записи, утраты учетной записи, либо как подтвердить новую свою учетку. Все это наши сотрудники делают. И можно обратиться на телефон горячей линии 240-64-34, 240-64-34, где специалисты министерства подскажут жителям, как себя вести в той или иной ситуации. И вот, кстати, по количеству звонков также, с 6 апреля сотрудниками принято уже 1350 звонков. Если говорить по синхронности, по проблемам связи, то за вчерашний день 150 звонков, выходные, воскресенье 14, в субботу 46, в пятницу 177. То есть цифры достаточно большие. И в основном они связаны с тем, как подтвердить учетную запись, если она создана впервые. Второй вопрос, как восстановить учетную запись, если человек забыл логинт-пароль к своему личному кабинету на портале госуслуги. Вот сотрудники как раз там об этом и говорят. А если мы уже заговорили о портале госуслуги, вообще как вот эта эпидемия, пандемия коронавируса повлияла на его развитие? Стало ли понятно, что нужно включить еще какие-то дополнительные услуги? Может, что-то планируется в ближайшее время? Или какой опыт был приобретен сейчас, который понадобится нам и в дальнейшем уже по завершению пандемии и самоизоляции? Ну, естественно, во-первых, создан ресурс «Все.онлайн». В этом ресурсе собраны все актуальные социальные сервисы. Их там более 400 штук. Те, которые постоянно нужны нашим гражданам для взаимодействия с госорганами. Причем там идут услуги как структуры МФЦ, так и различных органов власти. Муниципальные, региональные, федеральные. Причем в основном все сервисы собраны для работы в один клик. Пример даже рождения ребенка. Если мы недавно говорили о том, что мы планируем ввести в эксплуатацию сервис проактивности услуги рождения ребенка, когда родителям не нужно будет дополнительно подавать никаких заявлений, сегодня это реально работает. Родился ребенок, априори уже все документы у родителей в его личном кабинете появляются по мере тех сроков, когда эти документы должны быть. Этот сервис работает. Если говорить по структуре портала онлайн, всех информеров, то, естественно, они сегодня как никогда востребованы. Мы, кстати, ввели в начале года, уже в феврале, мобильное приложение регионального портала. Оно называется в плей-маркетах в App Store цифровой дом. Велком тут заходите, если не хочется с тяжелой версией портала общаться, хотя она достаточно дружелюбная, можно работать мобильным приложением. Как раз в мобильном приложении тоже все сделано на интуитивно понятном уровне, на уровне логотипов, значков, где граждане могут также для себя вывести необходимые и постоянно запрашиваемые сервисы и услуги, ну, соответственно, настраивать под себя уже личный кабинет. Много каких... Много было изменений, связанных с упрощением процедуры обращения. Допустим, не секрет, что сегодня практически многие государственные органы закрыты для общения с гражданами, и это все делается дистанционно. Вот вопросы той же, допустим, восстановления учетной записи, существует законный механизм ее подтверждения дистанционно. Если гражданин не имеет больших навыков в работе с персональным компьютером, то это можно сделать с помощью ассистента или консультанта по телефону горячей линии. Если уж прям совсем не получается, ну, можно стать заявкой на прием в то же МФЦ и по договоренности с сотрудниками МФЦ прийти и получить и подтверждение учетной записи, и восстановить учетную запись. Также это можно делать в банк-клиентах или в банках, в офисах, которые сегодня открыты и принимают клиентов. Ну, то есть, если у человека возникает вопрос, горячая линия есть первого уровня, можем разъяснить сразу, если человек понимает, что делать. Если у человека затруднение, то мы рекомендуем обратиться уже к профессионалу и в удобное время записаться на личный прием, прийти с условием мер всех введенных по санитарной гигиене, ну, и, соответственно, получить тот спектр услуг, который нужен. Жизнь не останавливается, несмотря на то, что мы на самоизоляции. Поэтому органы власти работают сегодня в таком режиме. Герман Анатольевич, огромное вам спасибо за то, что нашли время и вышли с нами на связь. Очень надеюсь, что совсем скоро все это закончится, и мы сможем пригласить вас к нам в студию. Огромное спасибо за работу, которая проводится, потому что сейчас она и ярко видна, и она действительно хороша в плане и бесперебойности, и доступности тех или иных услуг. В общем, еще раз спасибо. Спасибо вам. Работаем удаленно. Не болейте. До свидания. Бесперебойная связь, будь то телефон или интернет, в условиях самоизоляции крайне важна. Ростовская область была полностью готова к таким нагрузкам, и яркий тому пример стабильность связи во всем регионе. Самоизоляция. Выбирайте дом, а не болезнь. Увидимся.